В конференц-зале волонтеры и работники предприятий «Химок» примеряют жилетки и шарфы. Теперь это их повседневная одежда. В течение месяца они будут переписывать жителей городского округа «Химки». Для Олега Нестерова это уже вторая всероссийская перепись населения. Я участвовал в всероссийской переписи 2010-го, где я работал переписчиком. Я делаю это для своего города, я делаю это из своей гражданской позиции. Для всех переписчиков провели инструктаж. Например, вносить информацию в специальный планшет волонтеры должны обо всех жителях округа. Даже тех, кто проживает в «Химках» на съемной квартире, а прописан в другом регионе. Также переписчикам рассказали, что делать, если человек отказывается открывать волонтерам дверь. И зачем вообще нужна перепись населения. Если человек, к которому пришли переписчики, не хочет переписываться, не хочет открывать дверь, он может переписаться на сайте госуслуги. Люди, которые живут в городе, они пользуются всеми видами транспорта, они пользуются детскими садами, магазинами. А в зависимости от численности населения в городе, в зависимости от этого разрешают муниципальным образованием открывать новые детские сады, новые поликлиники и на дороге выделяют средства. Специальная одежда, портфель с логотипом, планшет, а еще удостоверение с печатью и голограммой – это все, что отличает переписчика. Самые молодые участники всероссийской переписи населения – волонтеры – получили документы из рук Дмитрия Волошина. Глава округа поблагодарил ребят за желание помочь в этой непростой задаче. Со своей стороны администрация будет оказывать всю необходимую консультационную и юридическую помощь в случае необходимости. Надеюсь, что в Химках все пройдет благополучно. Ребята, спасибо вам огромное, что вы приняли решение и присоединились к нам в этой непростой задаче. По словам волонтера Анны Березеско, это будет полезный опыт, который пригодится им в жизни. Мы узнаем много новых людей, мы, можно сказать, приобретем новый опыт общения или улучшим же опыт общения. И я думаю, это будет очень интересно и познавательно. Перепись населения стартовала 15 октября этого года и завершится 14 ноября. Ее можно будет пройти на портале госуслуг, дождаться переписчика дома, либо самостоятельно отправиться на переписной участок или в МФЦ. В ближайший месяц россиян обойдут 268 тысяч переписчиков, а помогать им будут 25 тысяч волонтеров. В частности, в Химках помогать переписи населения будут 56 волонтеров. Они будут работать на переписных участках. Они информируют жителям о том, что проходит перепись на территории нашего городского округа. Она проходит в МФЦ, в четырех МФЦ, это на юбилейном проспекте 67, а и Б-корпус на всходне и на левом берегу. Также перепись можно пройти у контролеров на 27 участках городского округа Химки. Все адреса указаны на сайте администрации городского округа Химки. При этом гражданам на встрече с переписчиком не нужно предъявлять документы. Ответы на вопросы фиксируются только со слов опрашиваемых. Продолжение следует...